Итак, с незначительными событиями и покончено. Теперь пойдут дела посерьезнее. У Ивана Ивановича девка габка родила мальчика от Ивана Ивановича. А вот тоже девка и тоже габка у Пульхея Ивановны. Наоборот, собирается родить. Мальчика ни от кого. Да, от святого, как говорится, духом. А чудо, сами понимаете, есть чудо. Начнутся обильные приношения. Один убыток казне. На фоне этих тревожных событий произошли такие, смысл которых не сразу можно понять. Но последствия их будут весьма и весьма серьезные. Например, у Пульхея Ивановны пропала серая кошечка. А в то же самое время уважаемый Иван Иванович откармливает злонамеренную бурую свинью. Заметьте, кошечка и злонамеренная свинья. Вы хотите знать, в чем злонамеренность упомянутой свиньи? Угу. Объясняю. Когда она смотрит вам в глаза, взгляд у нее вольнодумный. Точь в точь, как у самого Ивана Ивановича. Иначе, для чего бы он захотел приобрести себе ружье? Что? Кстати, об оружии. Афанасий Иванович поговаривает о войне и собирается тайно скупать оружие в больших количествах. Для чего в мирное время может понадобиться целый арсенал? И пистоли, и пики, и сетла казацкие. Все это брожение умов происходит по случаю приезда опасного авторского поручика Ивановича Шпоньки. Вы, наверное, помните прежнюю Шпоньку, тишайшую. Но не таков он теперь. Вольнодумец пьет в исключительном выморзке. Танцует мазурку. Должен вам заметить, примите к свинью. Что? Привет, Шпоньки. Иванович совершенно заболамутил местных дворян и помещиков. Среди них начали составляться партии. И вот Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем. Не может быть. Не еле всегда говорил, что они между собой такие приятели. Сам свет таких не производил. Сам черт их веревочкой связал. Так на тебе. один другого обозвал гусаком. Вот до чего дошло вольнодумство. Прошу заметить. Так просто для себя. Кофичка. Свинья. Гусак. Что же делать, что же делать, что же делать, что же делать. А? Выдать мне рубль из казенных денег и вашу бричку. А зачем тебе деньги? Я поеду на дорогу в шнок. Устрою там засаду. На шпоньку. Дождусь его и сразу к вам. Я их всех выведу на чистую воду. А я ведь его прежде сдавал по школьной скамье. Посмотрим теперь, что он за птица. А может быть, ты все врешь? Я вру. Ладно. Вот вам документик, который я списал у Василисы Кашпоровны, когда был в прошлый раз. Милостивая государыня, тетушка Василиса Кашпоровна, много благодарю вас за присылку белья. Особенно карпетки у меня очень старые, что даже денщик штопал их четыре раза. И очень от этого стали узкие. Ну и что? Что карпетки узкие? Карпетки, говорите? Не в этом дело. Они пишут одно, думают другое, а подразумевают третье. А если... Молчи, я тебя умоляю. Молчи. Молчи, я тебя умоляю. Молчи. Потерпи. Терпи, терпи. Вот здесь можно. Говори. Это тайна. Известно лишь выстрелите кашу про мне. Но я ее разгадаю. Вот здесь самое главное. Слушайте. Свиней же здесь кормят большей частью и брагой, подливая ей немного выигравшего пива. Тихо, 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 тихо. Представьте себе свиней. Вера, это что же? Если бурая свинья и Иван Ивановича столь вольнодумна, то что же за породу хочет вывести поручик Шпонька? Точно, точно. На браги и пиве. Я думаю, вот что. Надо. Поставить на блюдение за порой свиньей. Так. От нее все можно ждать. Так. Значит так, верно. Я тебе рубль дам. Бричку собирай. Ну что, кусопами. Чист. Понял. Чего, извольте. Чего, извольте. Чего, извольте. Чего, извольте. Чего, извольте. люди, то сохранил бы в ненарушимости свой аппетит до другого случая. Иван Федорович, зная все это, заблаговременно запасся двумя вязками бубликов и колбасой и спросивший рюмку водки, который не бывает недостатка ни в одном постоялом дворе, начал свой ужин. Я въеду, я въеду, но если хоть один клоп укусит меня в этой хате, то я побью. Побью. Ну все, все, спать. Старая колдунья. И за сено платить не стану. Желаю здравствуйте, милостивый государь. Позвольте спросить, с кем имею честь говорить? Основной поручик Иван Федорович Шпонько. Ага. Иван Федорович, позвольте, милостивый государь, позвольте. Позвольте, милостивый государь, представиться. Мы ведь с вами почти соседи, а фамилия моя Григорий Григорьевич Сторченко. Непременно, милостивый государь, и знать вас не хочу, если не приедете ко мне в гости. Я ведь тороплюсь домой, да решил заночевать. Хоть и близко, время позднее, не ровен сейчас лихой человек. Ну, вот это что? Вот это? Что это? Разве я это сюда велел тебе ставить, подлец? Разве я не говорил тебе наперед разогреть курицу? Мошенник, пошел вон, рожа! Ух, какая рожа! Рожа! Прошу покорственно лекарственной. Интересно знать, как она вам понравится. Я уже имел случай. И слушать не хочу! И слушать не хочу! И слушать не хочу! Милостивый государь, и с места не сойду, пока не изволите выкушать. А что вы скажете об этой курице? Милостивый государь! Я надо вам сказать, что моя повариха Евдоха иногда любит куликнуть и оттого часто пересушивает. Эй, хлопчик! Постели мне постель на полу, около печки. Смотри же все, но повыше положи под подушку. Рожа! А что вы скажете о лекарях? Милостивый государь, я думаю, что они просто морочат и дурачат нас. Иная старуха в двадцать раз больше знает всех этих лекарей. Действительно, вы изволите говорить совершенную справду. Иная точно бывает... Эй, хлопчик, ну где ты там? Подлец! Подсунь повыше вот с этого боку. Ну, вот так хорошо. Любезный Ванюша. Дай я тебя поцелую. Три дня я был со шпонькой безоткручным. И хотел уже ехать к вам с радостным известием. Что все мои подозрения напрасны. Как вдруг... Как вдруг я услышал такие странные речи? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Кошечка вернулась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какая кошечка? Весь мир город говорит. Серая. Серая? Та, что у Пульхерия Ивановны пропала. Так, так, так. Ну, ну, ну. Пульхерия Ивановна как увидела ее, так и слегла. А от чего слегла? Никто в толк не возьмет. А Пульхерия Ивановна просит, чтобы ее похоронили возле церковной ограды. Лежит, смерть и ждет. Какой ужас. А я чувствовал, я предупреждал. Кошечка, свинья, гусак. Надо еще выяснить, что это за кошечка. Такие две-три кошечки до котята пойдут. Ох, какие дела закручиваются. А я-то думаю, чего это не так странно говорят между собой. А тут вот что. Что? А вот что, слушайте. Тут Василиса Кашпоровна наступила мне ногой на лицо и не испугалась, что я все слышу. И стала уже говорить не прямо, а запутывать следы. Говорит, что же ты племянник, это глаза-то выпучил. Ты Степана Кузьмича помнишь? Впрочем, куда тебе? Ты тогда еще маленьким был. Лужок этот принадлежал Степану Кузьмичу. Когда тебя еще на свете не было, он уже наведывался к твоей матери. Кстати, во время, когда отца не бывало дома. Не в укоро ей я это говорю. Так или иначе, но Степан Кузьмич оставил тебе дарственную запись на этот лужок. Но покойница твоя матушка была причудного нрава. Она куда-то девала эту запись. И до сих пор одному богу известно, где она. А я совершенно точно знаю, что запись эта находится в руках старого холостяка Григория Григорьевича Сторченко. Это он утаил ее. Ну, ну и что с того, что Степан Кузьмич ездил к покойнице. С кем не бывает? Со мной не бывает. Априм. Бприм. Цеприм. Деприм. Фу. Дамба. Фурватр. Подвесной мост. Менесу кашпоровне. Снесем. Пуф. Брад блее. Брад блее. Брад блее. Брад блее. А-а-а! Иван Фёдорович! Что же вы? Говорили, как увидите с тётушкой, так приедете. А не приехали? По большей части занятие по хозяйству. Я приехал к вам, собственно, на минутку по делу. На минутку? О! Хлопча! Ну, что рот разили? Запри дверь! Покрепче запри! Иван Фёдорович! Ну? Тётушка Милая Честь, Сказывала мне, что дарственная запись покойного Степана Кузьмича, я хотел сказать, что в завещании покойного Степана Кузьмича упоминается, так сказать, о дарственной записи. Они следуют мне... Да я знаю, что уже успела вам наговорить вашу тётушку. Никакой дарственной записи мой покойный дядюшка не делал. Это ложь! Ей-богу, ложь! Правда, в завещании упоминается о какой-то записи, но где она? Ведь никто её не представил! Я это вам говорю потому, что искренне желаю вам добра! Ей-богу, ложь! Да вот, идёт сюда моя матушка! Сестрица! Да-да-да! Вот, матушка! Это тот самый Иван Фёдорович Шпонько! Да-да-да! Вы водку пили? Наверное, матушка, не выспились. Кто же спрашивает гостя, пил ли он? Вы подчеваете только, а пили мы или нет, это наше дело! Ну, Иван Фёдорович, прошу! Золототысячниковой или Трахимовской сивушке, что вы лучше любите? Ну, хватит надрываться-то довольно! Иди сюда! Вы напрасно берёте пуприка, Иван Фёдорович! Это индейка! Возьмите спинку! Матушка, вас никто не просит вмешиваться! Будьте уверены, гость сам знает, что ему взять! Иван Фёдорович, возьмите крылышко! Вот, вот, другое с пупком! Ну, что это вы так... Ну, чего вы так мало берёте? Возьмите стёкнышко! Ну! Чего рот разинул под лес? Проси! Падай в ноги! И говори сейчас, Иван Фёдорович! Возьмите стёкнышко! Правда, стёкнышко! Иван Фёдорович, возьмите стёкнышко! Да, стёкнышко лучше, лучше! Стёкнышко, да! Разве ты индейка? Такие ли должны быть индейки? Вот, если бы вы увидели у меня индейка, в одной жиру столько, как десятки таких, как эта. Верите ли, государь мой, противно смотреть, как они ходят у меня по двору! Так жирны! Антон Прокопьевич, ты лжёшь! Я вам скажу, что в прошлый год, когда я их отправлял на Цорочинскую ярмарку, давали по 50 копеек за штуку. И то! Ещё не хотел брать. Антон Прокопьевич, я тебе говорю, что ты лжёшь! Именно, государь мой, не хотел брать. В Миргороде, во всём Миргороде, ни у одного помещика нет. Антон Прокопьевич, ты глуп! И больше ничего. Он у тебя опять волосы подгорели на голове. Видно, снова кто-то подшутил над тобой. Да? А вы читали книгу «Путешествие Карабинникова к святым местам»? Нет. Истинное усложнение души и сердца. Теперь таких книг не печатают. Очень сожалительно, что я не посмотрел, какого году. Я её дал почитать одной своей знакомой даме. «Путешествие Карабина»? Так, ну, здесь того, а я, знаете, по своему обыкновению немного схрапну. Не угодно ли вам посмотреть одну книжку, которая досталась мне от покойной матушки. А попадях замуж идущих, по смертях попов своих. А ты, Машенька, останешься с Иваном Федоровичем. Да поговори с ним, чтобы гостю не было скучно. Так, 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 так. Барышня осталась и села на диван. Ага. Иван Федорович сидел на своем стуле, как на иголках, краснел и потуплял глаза. Но барышня, казалось, вовсе этого не замечала и равнодушно сидела на диване, рассматривая прилежно окна и стены, исследуя глазами за кошкой, трусливо пробегавшей за стульями. Иван Федорович немного ободрился и хотел было начать разговор. Но казалось, что все слова свои растерял он на дороге. Ни одна мысль не приходила ему на ум. Молчание продолжалось около четверти часа. Барышня все так же сидела. Наконец, Иван Федорович собрался с духом. Летом очень много мух, сударыня. Летом очень много мух, сударыня. Чрезвычайно много. Братецы нарушены сделали хлопушку из старого маменькиного башмака. И все равно очень много. Мир городская. Ну что? Выманил у старого, не ходя, и запись? Нет, тетушка. У Григория Григорьевича нет никакой записи. И ты ему поверил. Врет он, проклятый. О, когда-нибудь попаду, право поколочу его собственными руками. О, я ему поубавлю жиру. Впрочем, нужно наперед переговорить с нашим подсудком. Нельзя ли судом с него стребовать? Ну, не об этом теперь дело. Ну, что же обед? Был хороший? Очень. Да, весьма, тетушка. Какие же были кушаньи, расскажи. Старуха-то, я знаю, мастерица присматривать за кухней. Сырники были со сметаной, тетушка. Соус с голубями начиненными. А индейка со сливами была? Была и индейка. Весьма красивые барышни. Сестрица Григорий Григорьевич. Особенно старшая. Плененник-то ваш, Василий Скашпровно, вот уж не ожидал. Целый день провел со старшей барышней в уединении. Ври, ври, ври. Да не забирайся. Ну, Иван Ведорович, о чем же вы говорили с барышней? То есть, как? Я с тетушка. Вы, может быть, уже думаете? А что ж такого? Что тут диковинного? Так Богу угодно. Может быть, тебе с ней на роду написано жить парочкою. Я не знаю, дедушка, как вы можете это говорить. Это доказывает, что вы совершенно не знаете меня. Слушай, Иван Федорович, я уже давно хочу поговорить с тобой серьезно. Ведь тебе, слава богу, 38-й год. Чин ты уже имеешь хороший. Пора подумать и о детях. Тебе непременно нужна жена. Как, тетушка? Как жена? Нет, тетушка, сделайте милость. Вы совершенно стыд меня приводите. Я еще никогда не был женат. Я совершенно не знаю, что с нею делать. Узнаешь, Иван Федорович. Узнаешь. Куды. Сейчас совсем молодой ты. Да ничего он и знает. Иван Федорович, как будто громом оглушила. Правда, Марья Григорьевна очень и дурная барышня, но жениться, жить с женой, непонятно. Ранее обыкновенно влег он в постель, но, несмотря на все старания, никак не мог заснуть. Наконец, желанный сон этот всеобщий успокоитель посетил Шпоньку. Но какой сон! То представлялось ему, что он уже женат. Что все в домике их так чудно, так странно. В его комнате стоит вместо одинокой двойная кровать. Двойная кровать. На стуле сидит жена. Ему странно, он не знает, как подойти к ней, что говорить с ней. И замечаешь, что у нее гусиное лицо. Что у нее гусиное лицо. Гусиное лицо. Гусиное лицо. Нечаянно. Нечаянно поворачивается он в сторону и видит другую жену с гусиным лицом. С гусиным лицом поворачивается в другую сторону. Там сидит третья жена. Назад еще одна жена. Тут его берет тоска. Он бросился бежать в сад. Но в саду жарко. Он снял шляпу. Видит и в шляпе сидит жена. Пот выступил у него на лице. Полез в карман за платком. И в кармане... Жена. Я тебя смолчил! Белого государственной базы! Вежать сюда, когда не лежит на помощь! Вежать! 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 Я тебя звал. Я тебя... Я тебя звал. Безотлагательный... Я тебя! Я тебя! Наши лужи повели черти! Что? Черти в наши лужи? Я тебя звал. Так ты говоришь, что это я откусила ухов заседателя. Ухов заседателя? Ага. Я его вчера специально со всех сторон рассмотрел. Все уши на месте. Истинный крест. А что ты городничем городишь за страсти? Ага. Учти, Голопусь. Ты меня хорошо знаешь. Я тебя из-под земли достану. Меня на земле мало, а под землей много. Если ты станешь морочить голову людям про кошек, свиней и пива, учти, не твоему носу рябину клевать. Эта ягода нежная. Не твоей харе клюкву есть. Морщиться не умеешь. А для поумнения посиди пока в арестантской. Квартальный. Кружок! Гристиан Аргент. Ты речи быть не можешь. Ха-ха-ха! 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 Казалый пан мой, Иван Иванович Перерепенко, чтобы вы отпустились под стражу Галапузя до захода солнца, чтобы он моему пану бумагу составил. А как этого подсвинка будет мало, то я принесу сушеных лещей. Что у вас у девок за пазухой? Аж все гудит. И рубаха лопается. Есть щегол и нет щегла. Освободить Галапузя под строгим надзором распоряжении пана Перерепенко до захода солнца. Правильно. Взять в залог девку-гапку до восхода солнца. Фух! Ха-ха! Идь! Ура! 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 Оставить! Этим будут заниматься инвалиды сторожа. Фух! А вам, чтоб без девятой пугалицы не возвращаться! Рыст! Ура! Рыст! Фух! Ха-ха-ха-ха! Ох! Ах! Фух! 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 Работать! Фух! Питает в душе! Да! Злостые намеренье! Да! Поджечь меня! Да! Х-х-х-х-х! Поджечь меня.. Вы собственный доме! Да! В собственом! Доме! Доме! Х-х-х-х-х- Далее что? Сейчас. Потому и прошу полного дворянина Ивана Никифорова сына Дадгачхуна Яко замешанного в поджигательстве в оскорблении моего чина имени и фамилии в физическом присвоении собственности А паче всего в подлом при совокуплении мне название гусака Ко взысканию штрафа удовлетворению убытков и судить из самого Яко-нарушителя Да! Из самого Яко-нарушителя Да! Из самого Яко-нарушителя Что? Как что? В кандалы забить и заковавшие в городскую тюрьму припроводить Так И посему моему прошению решение немедленно и неукоснительно учинить Хорошо Писал и сочинял дворянин Миргородский помещик Иван Иванов сын Перерепенко Да! Прекрасный слог Эй! Кто там? Сама фаршированного карасями несите и колбасу из Налима Карпино! Принесем вам, Пруковицы, водки да пирогов с рыбой Только не с рыбой Пирогов не надо! Холодца принеси, черт бы его взял Так что ж такое удалось вам подслушать? Вот именно с этой целью чтобы вам все передать я отпросился у... Подождите, ну-ну-ну-ну У тюремщиков и пришел с конвоиром Черт знает, что вы несете Итак! Ну? Не позже, чем сегодня пополудню Ваш сосед подал на вас позу в суд! Я даже не берусь смягченными словами пересказать этот пасквиль А что это еще за пасквиль? Что за хренобина? В Риме, в древнем Риме была статуя на которой вывешивались сочинение самого гнусного клеветнического характера Что ты врешь, холопусь? Что врешь? Чтобы в Риме обо мне частом дворяния брехню расклеивали Харпино! Унеси водку! Подождите, только не водку Я вам все сейчас объясню Да не в Риме! Нет, 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 нет Я не хочу слушать! Ваш сосед продал на вас позу! Не хочу тебя слушать, брехня! Ты еще от себя добавил такую историю будто вы, Иван Никимович, родились хвостом на сзади! Но эта выдумка столь нелепа что я даже не собираюсь опровергать ее перед вами Зеркало! Ну где? Где? Я вас спрашиваю! Негодяй! Тюрьмах сгною! Засужу! Упеку безбожника! Убери зеркало! Убери зеркало! Совершенно справедливо! Я в уме для вас уже и бумагу сочнил! Бумага, можно сказать, уже готова! Можно только записать! Вот послушайте! Да помолчи ты! Убери! 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 Просит дворянин мир городского повета Иван, Никифоров сын, Довгачхун, а отчум, тому следуют пункты. По ненавистной злобе своей и явному недоброжелательству называющий себя дворянином Иван, Иванов сын Перерепенко всякий пакость, убытки и иные хитнески в ужас приводящие поступки мне чинит! И вчерашнего дня пополудни, как разбойник и тать с топорами, пилами, долотами, иными слесарными орудиями забрался ночью в мой двор и находящийся воном мой же собственный хлев! Собственно ручно и поносным образом его изрубил, на что я не давал никаких поводов к столь беззаконному и разбойническому поступку! Записывай, записывай, забудешь! Моя голова устроена таким образом, что ничего из нее не вылетает, наподобие свиньи и копилки. Тряси, не тряси, не вытрясешь, только если... Стой! А нельзя ли позабористей, черт побери! Можно и позабористей! Давай! Ну-ну! Он и же дворянин Перерепенко имеет посягательство на самую жизнь мою! Тсс! Зайдись! Лиша, чинов и дворянство в Сибирь на каторгу! и заю Недленно! Отобрать! Что осталось? Отобрать! Ручку не делитесь! Стойте, стойте! Вы слышите меня или нет? Телекрыть плоти! Субтитры создавал DimaTorzok Степан Иваныч! Степан Иваныч! Степан Иваныч! Пришел просить ваших чернил. Уж очень хорошие у вас чернила. Из чего их только делаете? Не схватила бы меня поясница, надавал бы тебя по шею, пан Галапусь. Боже правый! Степан Иваныч, отчего такая немилость, отчего? От того, что свои чернила я на родниковой воде замешиваю. Цветочного нектара добавляю. Росы поднебесной, чистотела, чистотела, слезу невинного детяти. Так, 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 слезу невинного детяти. А еще чего? Нет у меня для тебя чернил. На твоих еще творство. Ой. Ну вот, опять пол жертвы злобного навета. Полез в карман за платком, и в кармане жена. Он снял шляпу, видит, и в шляпе сидит жена. На что? Эм, полез в карман за платком, и в кармане жена. И в кармане жена, и в кармане жена, то вдруг он прыгал на одной ноге. Вот, да-да, ты должен прыгать, потому что ты теперь уже женатый человек. Он к ней, но тетушка уже не тетушка, а колокольня. И чувствует, кто-то его тащит. Кто-то тащит меня с жалобного. Ивана Федоровича. Это я, жена твоя. Дащу тебя, потому что ты колокол. Нет, я не колокол, я Иван Федорович кричал. Он, да! Ты колокол! Говорил, проходя, полковник пехотного полка. Наконец, желанный сон. Этот всеобщий успокоитель посетил и Шпаньку. Именем вверенный мне, то есть, вверенного мне патриотизма, довожу до вашего сведения, что вышеупомянутый подпоручик Шпонька никакой не подпоручик, а капрал. Наполеон Бонапарт, бежавший с острова Святой Елена в целях заговора. Ну, ладно. Ну, ладно. Ты... Ну, ну, ну... И я твоя жена. Кто представил ему, что он уже женатый? В комнате стоит не одинокая кровать, двойная кровать. У жены гусиное лицо. Направил себе другая жена, в гусиное лицо, в саду жарко. Ну а, то вдруг снилось ему, что жена вовсе не жена, а какая-то шерстяная материя. Лавку к купцу. Вы возьмите жены, это самая модная материя. Купец меряет и режет жену. Что это значит? Как это понимать? Заговор. Они везде. Везде суще. И все очень просто. Жена, пароль. Материя на амуницию, колокол главный. Полковник мне же сам говорил. Ты колокол. Это заметьте он о капрале Шпоньке. Сегодня? Какое сегодня число? Третьего дня было июль. Значит, а что раньше? Июнь или июль? Ну, а он еще не начинался? Или кончился? А, значит так, пиши. Мартабря. Вот так. И 86-го числа. Да-да. Произвести аресты между днем и ночью. В городе Миргороде. Да-да. Успел? В городе Миргороде. За мной. Вперед! Вправо заходи! Окружай! Вперед шепить может брать шепить! Трудная ночь. Трудная ночь. Но мы словно поработали с квартальными. Золотые молодцы! Иди сюда. Арестованные! Пусть подождут! Ты послушай, послушай. Купец, купец, смири, скорее! Арестованные! А, подождут! Арестованные перед вами! Ну что? Доигрались? Господа! Пусть подождут! Пусть подождут! Пошел отсюда вон! Ну, сразу, как на духу! Молчать! Подождите! Подождите! Пусть подождите! Подождите! Ивара Федоровича! Держите его! Держите меня! Держите! Вам то виднее. А что с нашей скотиной будет? Отчуждение оной скотины произведено по приказу пана Городничего и по причине злобной злонамеренности оных арестованных животных в целях пресечения беспорядков и массового хищения казенных бумаг, а также для изучения вопросов к пчелам, жареным и малосольным виде. Я сейчас. КОНЕЦ Помоги, Бог. Здравствуйте, Афанасий Иванович. Вот пришел вас поздравить. Евдоха, принеси сюда. Что там у нас есть на сегодня? С чем же вы поздравляете меня, Иван Иванович? Как? Вы ничего не знаете? Так ведь у нас Новый Городничий. Да. Право я... А что же прежний? Здоров? Как он? Прежний не здоров, он утонул. Что вы говорите? Значит, Антон Прокофьевич утонул. Антон Прокофьевич? Помилуйте, а при чем тут голопусь? А, то есть, он своим чередом. Ну, это было, дай Бог памяти, лет семь тому назад. Что своим чередом? Своим чередом утонул. Ну, во всяком случае, говорят, что утонул, а точно никто не знает. А теперь кто же... утонул? Да вы что, в самом деле ничего не знаете? Голопусь был городничим семь лет подряд. Потом вдруг исчез, как в воду канул. И вот после Голопузя городничим стал Сторченко. Вот он и утонул. Хотел лужу осушить, что-то там не так прокопали. Ну, точно никто не знает, что уж там было. Только вот у нас уже новый городничий. А теперь кто? Василиса Кашпоровна. Четушка Иванов Федорович Шпоньки. А вы меня тоже можете поздравить? Поздравляю. А с чем? Имею точное сведение, что на той неделе по Витовому суде в мою пользу будет решена тяжба. Тяжба? Какая тяжба? Как какая? Моя тяжба. С кем? Так ведь я поссорился с Иваном Никифоровичем. Что вы говорите? Вам нужно помириться. Вот это кушанье. Это кушанье. Это кушанье. Это кушанье. Которое покой. Покойница. Покой. Кушанье. Кушанье. КОНЕЦ 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 Правда, Мария Григорьевна очень не дурная барышня. Но жениться... Это казалось ему так странно, так чудно, что он никак не мог подумать без страха. Жить с женой. Непонятно. Он не один должен быть в своей комнате, но им должно быть в своей комнате. Он не может быть в своей комнате. Он не может быть в своей комнате. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok